МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нежный плен попал гражданин Турции, который совсем не говорил по-русски. Нам помогла смекалка, ну, как мобильное приложение. И мы начали с турецкого на русский, в общем, он переводил, а мы с русского на турецкий через телефон. Вот объяснил, что он заехал на стоянку, она с уклоном, и заледение ошибло. У него пробиты были на полуприцепе задние колеса. В этой ситуации подручными средствами было не обойтись. Пришлось вызывать тяжелый погрузчик. Спустя час турецкий большегруз удалось вызволить. И таких случаев, говорит Михаил Кудряшов, было немало за года службы. Впрочем, нештатными их не считает. Да и в своих действиях ничего особенного не видят. Без пафоса признается – работа такая. Многие считают, что мы только для наказания на дороге находимся. Нет, мы обеспечиваем безопасность дорожного движения. Стараемся всячески помочь людям. Если этих качеств нет, то это плохой инспектор. День защитника Отечества – лучший повод, чтобы вручить награды профессионалам и просто отзывчивым людям. Благодарственные письма из рук главы округа получили девять сотрудников Одинцовской госавтоинспекции. Действительно, 23 февраля – это День защитника Отечества. А, как известно, Отечество можно защищать по-разному. В том числе, делая такое доброе дело, каждый на своем месте, прямо здесь и сейчас. Теперь нести службу Одинцовским госавтоинспекторам будет удобнее. В их распоряжение поступили три полноприводных рамных кроссовера в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Автомобили оснащены всем необходимым, в том числе комплексами регистрации информации. Василиса Ивашкина, Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.